Мой дом, моя страна. Именно под таким девизом проходит микроперепись 2015 года. Социально-демографическое исследование идет во всех субъектах Российской Федерации. Всего планируется опросить 2,5 миллиона человек. В Мурманской области опросят 18,5 тысяч. О том, как встречают работников Мурманск стата и зачем нужна выборочная перепись, узнаете в материале наших коллег. Здравствуйте, Федеральная служба статистики, перепись населения. Меня зовут Александра, я переписчик, сейчас проходит в России микроперепись. Я хотела бы задать вам некоторые вопросы. Есть у вас немного времени? Ну да, захотите. Спасибо. Отличить переписчика от мошенника проще некуда у каждого работника. Мурманск стата, есть удостоверение через плечо накинуть синий портфель, а на запястье светоотражающий браслет Росстат. Но Александру Лямину в этом доме уже знают в лицо. Наш переписчик, мы даже знаем, как его зовут, Александра. Она у нас постоянно в нашем подъезде, потому что у нас действительно есть квартиры, которые не открывались, не открывают. Люди, может быть, уехали, есть тут у нас, которые уезжают на зиму, которые в отпуске. То есть Саша несколько раз была и у нас была, и вот по подъезду ходила. Молодец. На участке Александры 179 квартир. В будние дни она опрашивает около 10 человек. В выходные вдвое больше. Если дома никого нет, просто оставляет записку в дверях с просьбой перезвонить. И уже потом договаривается о встрече. В семье Тихоновых Сашу встречают как родную. Приглашают пройти и угощают чаем. К работе переписчика Тихоновы относятся с пониманием. Если эта перепись состоялась, значит, это интересует наше государство, и мы должны отвечать, чтобы они составили какую-то статистику. Зарегистрированы ли вы в этом помещении? Да. Опросный лист. 28 вопросов. О возрасте, национальной принадлежности и браке. Сегодня переписчики вооружены не листами и ручками, а планшетами. Поэтому анкетирование занимает не больше 15 минут. Причем умный компьютер сам выбирает, какой вопрос задать. Все зависит от респондента. Например, у молодых пар всплывает вопрос репродуктивности. Сколько детей они планируют завести. Микроперепись 2015 года, в отличие от общей переписи, более широко изучает демографическую ситуацию. Микроперепись населения проводится для того, чтобы оценить эффективность демографической политики, которая проводится в Российской Федерации. В отношении укрепления института семьи и брака, увеличение рождаемости, снижение смертности, социальной адаптации мигрантов, улучшение качества жизни всех слоев населения. Здравствуйте! Служба статистики, перепись населения. Можно вас переписать? Это не имеет значения. Но, как признается Александра, гостеприимны далеко не все северяне. Могут и накричать, и даже матом выругать. Трудности, я думаю, что первоначально это то, что не открывают дверь. То есть тяжело людей застать дома. Некоторые, конечно, отказываются категорически участвовать, не объясняя причины, и закрывают просто дверь. Все полученные сведения не разглашаются и служат только для формирования официальной статистики. Итоги микропереписи подведут в 2016-2017 годах. Андрей Бусыгин, Андрей Карабань, Максим Петровичев, Артик ТВ.